История этого дома, вообще говоря, это, конечно, история страны, ну хотя бы начиная с её послевоенного времени, потому что в 47-м году, когда Сталин этот посёлок неким образом разметил посреди леса, вот посёлок Абрамцево, выделил в нём генеральскую часть, художническую часть, я вот хоть и художник, но я к посёлку художников, да, живу я в генеральской части. А почему я живу в генеральской части? Не потому, что у меня дед был генерал. Мой дед был военным строителем, майором, ну каким-то на очень мелких должностях, но у него были деньги, поскольку у строителей, ну даже у военных, даже в сталинское время, деньги, в общем-то, были всегда. А спекулянты тоже были всегда. И они нашли друг друга. Они нашли друг друга со спекулянтом, который купил, перекупил у какого-то генерала участок. Дальше разделил его на несколько частей, почему этот участок сравнительно невелик, всего около 15 соток. Он его разделил на несколько, соответственно, частей и по частям перепродал. То есть вот даже при Сталине в 40-47 году это вот было так, это вот было, такое было вполне возможно даже в генеральском посёлке. Поэтому, кстати, когда говорят, что при Сталине был там порядок, я, конечно, может быть, конечно, порядок и был, но и взятки давались, и спекулянты были, и землёй торговали, и всё это было. А для того, чтобы перепродать, этот спекулянт был обязан построить на этой земле какой-никакой домик. И он построил времяночку. Вот, собственно, в этой времяночке мы сейчас и находимся. Но она уже перестала. Она уже перестала за это время быть времяночкой, потому что к ней была потом пристроена терраса, потом в ней был положен фундамент, потом в ней был надстроен более высокий второй этаж, потом уже мною всё это было снесено и построено по абсолютно старой форме, ну вот то, в чём мы сейчас.